Всем привет у микрофона Каби, добро пожаловать на Корею на прицеле 2.0 Сегодня у нас первый день GSL Code A Соответственно по новому формату Code A Это стыковые матчи в форматах до 3 побед Которые заменили старый RO24 и еще более старый RO32 Групповой этап Теперь у нас нет первого группового этапа Теперь у нас есть стыковые матчи GSL Code A И сегодня в программе у нас 3 таких матча Два из них прокомментирую я Они окажутся соответственно на моем YouTube канале Еще один матч будет комментировать Alex007 Этот матч был в прямом эфире вторым Но раз уж мы все равно работаем в режиме отложенного эфира То чтобы не переключаться поменяем порядок У нас на трансляции этот матч станет третьим Идея спойлеров там мы нигде не должны словить Но самое главное что те кто смотрит в записи Должны не ошибиться и соответственно досмотреть трансляцию Алекса Ну а мы с вами начинаем с противостояния Бьяна и Траста Это будет матчап ТВП В правом верхнем углу появляется Бьян Недавно присоединившийся к команде Shopify Rebellion Команде в которой также кроме него есть Ламбо Из тех кто по крайней мере в последнее время стал как-то внезапно успешно выступать Насколько успешно выступит Бьян посмотрим Была информация о том что Shopify помогает ему разобраться с его проблемами с рукой И он там проходит терапию какую-то Правда странную вещь Бьян там у себя в твиттере написал Что доктор ему сказал что по всей видимости частично его проблемы с рукой Вызываются не физиологией а психологией Уж я не знаю Но вроде как Типа это какой-то врач или клиника специализирующаяся на запястьях Но звучит вообще максимально странно Ну может какие-то тонкости медицинских терминов и перевода на английский И в соперник Бьяна в этом матче это Траст Игрок которого мы довольно давно не видели на высоком уровне На GSL он последний раз играл в 2019 Тогда же он играл и на Intel Extreme Masters Но тогда был другой Intel Extreme Masters Не финал чемпионата мира А там можно было приехать поиграть в Open Bracket Что собственно и сделал Траст насколько я помню И выступал он тогда за команду Team Revolution До этого выступал за Катай Роллстер До этого совсем давно за Сиджа Энтус Но никогда не был на первых ролях Хотя и отчасти был запоминающимся игроком Но так Наверное запоминался он больше всего тем Что он всегда мало халявил Играл надежно Не факт что это в принципе хорошо подходит для противостояния с топами и с фаворитами В данном случае Траст начинает играть через Старгейт У него будут оракулы, фениксов Ну и что касается Бьяна Он играет в три барака При этом у него инженерка очень ранее играет на плюс один Этот билд от Бьяна мы уже видели Билд который несколько отличается от обычных агрессивных трех бараков Которые играет например Клемм Ну и наверное как раз отличие в том Что Бьян здесь как правило ждет Ждет медиваков То есть суть его бараков просто в том Что он копит много пехоты рано У него много морпехов Он сравнительно Защищен от всего У него видите поставлены турель Она против драков бы помогла Ну кстати нет в этот раз Бьян все таки не стал ждать медиваков Он выходит уже пачкой пехоты сразу И в этой пачке пехоты будет стимпак Щитов правда нет Щиты будут потом Здесь насколько я могу судить Ой как красиво Траст прикрывает эту свою ловушку Бьян скорее всего ее не видит Пока он просто разменивается без Ой как это так получилось Морпех успел погибнуть Но все равно активировал ловушку Насколько я понял В любом случае Бьянтов не может продавить Ему приходится отступать пока Но он особо ничего и не потерял В этом размене И Траст соответственно Начинает переводить рабочих На третью базу Так что то там Там Феникс видимо Держит пространство за мейном протаса Ой ой в темноту на стимпаке Нет Бьян тоже играл в эту игру Замечает он ловушку Ее можно заметить Она видна точно так же как обсервер И дальше Бьян вот так вот на подшаге Заходит и бывает 13 пробок Там параллельно Но 2 кс на оракуле просто погибают Но пожалуй этого будет мало Заказано тем временем 3 гейта Что у нас Ну вообще 44 на 44 Две базы в 3 Да но фишка в том что дальше у Террана будет весьма серьезный Пуш у них добавлен 4-5 барак Грейт на армор Конкассы Полетели адепты Вряд ли будут телепортироваться Траст Прямо в пехоту нет смысла прыгать Сделан грейт на блинг Точнее не сделан А заказан И я так понимаю Что это вроде первый играет в Твайлайте Вообще очень часто После стергейта Делают сразу чардж Как более боевой апгрейд Траст выбирает Ну такой не самый надежный Я бы сказал вариант И Бьян просто дожимает Всех его адептов Одного за другим На стимпаке Не было тени В итоге Протас потерял Очень много всего И у него ведь Я так понимаю Вообще нету ничего боевого Да ни чарджа Ни колоссов Ни дезерапторов Он идет в блинг В расчете Как будто у него есть Все время мира Как будто Бьян там будет Выходить в третью Четвертую Гастофли Короче как будто он Против соула играет Но я боюсь Что это просто Противоположный игрок Бьян нажимает стимпак Дает скан наверх Заходит наверх Фокусит сталкеров Одного за другим Но внезапно Супер батарейка Можно убить и ее Пехота заходит на сталкеров Траст срывает рабочих Но уже ничего Ему не может помочь У него просто нет урона У него просто нет урона Который мог бы помочь Остановить вот такую Стимпак пехоту Две тысячи атмосфер Будет во втором сете В левом нижнем углу Появляется Бьянтра Справа сверху Ну что посмотрим Что за билд в этот раз Выберет Бьян Отправляет он в разведку Рабочим Траст тоже пробочки Приезжает довольно рано Против Бьяна Действительно нужно Держать ухо в астроп Потому что может В любой момент По сути от него Приехать К этому прокси Барак Странным образом У нас такая Иногда не очень Плавная картинка Ну в принципе У корейцев Иногда такое И раньше замечалось Так что вроде Не очень критично Главное В целом Лагов нет Ничего особо Не мылит Так что Жить можно И не в таком качестве Приходилось нам С вами смотреть GSL В разные Всякие времена Существования Этого турнира Нам ли Привыкать Достраивается Вот раз Такибернетка В стенке И снова Он будет Играть Старгейт То чувство Когда проблема Была не в стратегии Окей Бьян Я так понял Тоже не меняет Свой билд У него Инженерка Плюс 2 барака Он вроде Вообще В большинстве Случаев Играет Этот Билд Ардер Он достаточно Хорошо Играется Против Блинк Пуша По крайней Мере В не Олл Ин Формате Он достаточно Хорошо Играет Против Дарков Ну Против Старгейта В общем То Тоже Прилично То есть В целом Неплохой Билд То есть У него Наверное Могут быть Проблемы С Осторожным Убранительным Блинком Не знаю Насчет Двух Наверное Но часто Ли так Играют Траст Вообще По идее Как раз И мог бы Что-то Подобное Сыграть Но Вот Нет Он Выбирает Старгейт Но Вполне Возможно Что корейцы Друг друга Просто Лучше Знают И Бьян Например В курсе Что Траст Любит Играть Старгейт Пока Траст Проверяет Своего Соперника Адептами Но Он то Видит Только Барак На Реакторе Но сейчас Оракул Даст ему Инфу Да Что там Есть Второй Барак Заказан Стимпак Морпехи Факты Не видно Ревелейшн Он даже Пока Не дает Видимо Сразу Начнет Копить Энергии На Ловушке Интересно На На Вообще Прикольный Билд Да В этот Раз Три Адепта Два Зилота И Сентриа Которая Видимо Должна Где-то Там Давать Гардиан Шилд Да Очень важна Батарейка Третьи Нексус Траст Ставят Еще Сентриа Да Поэтому Зилота Чтобы Сэкономить Газ А Слушайте А может Форсфилд Планировался На рампу А не Гардиан Ну Бьян Не дурак Бьян Раздает Скан Видят Так А что Два Гейта Отключаются И что Делать Будем Ну Есть Оракул Приходится Вводить Пробок Хороший Форсфилд Но Фишка В том Что Урон Дистанционный Почти Отсутствует Сталкеров Не варпал Ну То есть Траст Отбился Но Он потерял 25 Пробок Гардиан Нельзя Давайте Оставаться С вашими Пробками Наедине Это Совершенно Точно Ну А в итоге У него Вот опять Плюс Два Барака Еще Старпорта Нет Прикольный Билд Да Еще Старпорта Нет Уже Четвертый Пятый Барак Поставлен А тем Временем У Траст Снова Блинг И плюс Один То есть Он продолжает Играть В макро Но Наверное Ему не хочется Сдаваться Поэтому Он сейчас Будет Изо всех сил Бустить Пробок Но Я не знаю В какой Вселенной Это может Привести Его К Удовлетворительным Результатам Если честно Мне кажется Крайне Затруднительно Ожидать Какого-то Позитивного Инкома Здесь Ну Просто К тебе Идет Пуш С 5 Вараков Че Делать Дается Револейшн На пехоту Ну И По идее Если Бусты В пробок То Там Даже Блинг Не Доделается К моменту Когда Придет Сейчас Выход От Бьяна Единственная Позитивная Новость Это Что Тут Есть Хотя Батарейка Ладно Еще Что Оракулы Живы Хотя Мне казалось Что Одного Он Должен Бил потерять Но Видимо Бьян Его Не Стал Фокусить Оракулы Продолжают Револейтить На полную Бьян Просто Ставит 30 Ац Траст Хорошо Перемещается Чтобы Не Дать Бьяну По Крайней Мере Сделать Дроп На Мэй Тоже Интересная Опция Но Она Не Будет Реализована Здесь Скан Хорошие Филды Но Хотя Слушайте Филды Прям Реально Топ Очень Много Тут Траст Убивает Ситуации Казалось Бы И не Должен Был Тут Давай Сталкеров Вот Теперь Таблинг Уже Должен Быть Можно Немного Помикрить Тут Беттери Овер Чарж Там Тем Временем Делается Роботикс Сейчас Пехота Убьяна Очень Битая Отходит Наверх Траст Ну и Ну в смысле Не наверх А загейты Но все равно Ему там Ничего Не светит Джи Джи Ну Конечно Ж Игра Была Выиграна Первым Выходом Третий Сет Карта Романтицид В правом Нижнем Углу Появляется Бьян И Траст Слева Сверху Один из тех игроков Которых Мы с вами Наверное Которых Мы с вами Наверное Не узнали бы В лицо Большинство Постоянных Игроков Джи Сл Но я думаю Все-таки Постоянные Зрители Кореи На прицеле Уже Запомнили Пусть Поначалу И кажется Что все Корейцы Одинаковые Думаю Достаточно Быстро Развеивается Это Ощущение Но Все-таки Трасты Мы видим Настолько Редко Что Реально Мне показали Бо фотку Я бы Сказал Ну ХЗ Лолер Какой-то Наверное Из Лолеров Я знаю В лицо Только Фейкеров Поэтому Ну Из Корейских Пару Русских Еще знаю Тоже Ну Олси Да То есть Вы уже Тоже Видите Одного Знаете Получается Так Морпех Заказан У Бьяна Вполне Может быть Это Получается Той же Самой Стратегии Нет Риппер Как Минимум Ну И Командный Центр Внизу Прикольно Этот Билд Через Первого Морпеха Что Ты Даже Не Показываешь Оппоненту Чего Тебя Дальше Реактор Не Реактор Рипер Не Рипер Мы Видели Например От Некоторых Огроков Билд Ордер Морпех В Рипера Тайм Например Играл Такой Билд На ТСЛ А там Еще Был Дурацкий Прикол С Залагавшей Паузой Или Залагавшими Админами Из-за Которых Тайм Одного Рипера Такого Отдал Ну Ладно Эту Ситуацию Мы Уже На Том Стриме Разобрали Двайлайт Первым В этот раз У Траста Романтицидион Будет играть Бестергейта Ну Звучит Логично Если Где-то Играть Блингпуш То Здесь Ну А Бьян Ничего Не Меняет Я Кстати Склонен Допустить Хотя Обычно Билд Ордеры Таких Огроков Как Бьян Или Мару Не Подходит Для Ландерного Использования Что Вот Конкретно Этот Билд Совершенно Можно Использовать На Ландере И Больше Того Наверное С ним Должен Получаться Неплохой Винрейд Если Не Косячить С Таймингами С Другой Стороны Конечно На Некоторых Уровнях Ландера Может Быть Очень Много Двух Базовых Протосов Теоретически Именно Мачапи Против Терана Ну а тем Временем Апгрейд Плюс Один Уже Почти Готов А вот Раста Уже Почти Готов Блинк И он Ставит Очень Агрессивный Пилон У него Будет Блинк Пуш Без Роботикса Очень Жесткий Билд И Соответственно Его преимущество В том Что он Приходит Очень Рано Три Гейта Без Призмы И уже Видите На 4.20 Начинается Пуш У Блиана Тут буквально Пачка Морпехов Он Забирает Адепта Правда И это Довольно Важно Потому что Адепт В идеальных Условиях Должен Дать Вижен Наверх Чтобы Заблинкаться Но Наверное Такое Редко Получается Все равно Хотя Он Скорее всего Из-за Сопла И Может Дать Вижен Такой Чтобы Здесь Запрыгнуть С этой Стороны На Мэй Бьян Однако Просто Пока Подходит Морпехами Но Траст Очень Даже Неплохо Микрит На Два Направления Слева У него Там Доварп На Медленный Пилон И Траст Убивает Бьяну Всех Морпехов Бьян Садится Стимпак 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 В бункер Начинает Его Вычинивать Что тут У нас 7 Сталкеров Битых Да По потерям Пока Все Неплохо Для Тоса У него Ставится При этом Третий Нексус Всего Три Гейта Поэтому Он Вовсе Не Использует Все Ресурсы У него Остаются Появляются Мародеры Появляется Урон Соответственно Я Даже Думаю Что Может Сейчас Приоритетно Надо Сделать Не Щиты А Конкассы Но Бьян Собственно Не Делает Ни Того Ни Другого Пока Вот И щиты И Конкассы Да Окей Лабораторий Много Если Ресурсов Хватает То Почему Бы И Нет Заказываю На всякий Случай Турель Кстати Реально Ведь А После Блинка Мог бы Быть Поставлен Даркшрайн И Бьян Заранее Предусмотрел Это У него Тут Стоит Турель Там Тем Временем Плюс Четыре Плюс Пять Гейтов Ну Понятно С трех Бас Будет 8 Гейтвейв Все Ок Все Как Всегда Пробочек Продолжает Доделывать Траст Ну Обьян Наконец-то Находит Этот Медленный Пилон Не Будет У Нем Больше Заварпов Прям Возле Мейна Зашиворот Прилетает Обсервер Хорошее Начало Для Тоса Я Думаю Что Он Правильно Сделал Что Выбрал Чуть Более Агрессивный Билд Соответственно Создал Себе Пространство Теперь Он Доделывает Чардж У него Будет Пара Имморталов Сплошные Плюсы Бьян Дабл Дроп Решает Вернуться В игру Ну Убить Пару Пробок Сопернику Забрать Добычу Ой-ой-ой Как Агрессивно Запрыгнули Сталкеры В расчете Забрать Медиваки А Бьян Взял И не стал Спешить Улетать В итоге Профокусил Пехотой Несколько Сталкеров Тут же Еще Одна Группа Пехоты Заходит И забирает Еще Одного Но там Есть Батарейка Под нее Пока Бьяна Не хочется Ломиться И тут Пошли Архивы Я кстати Думаю Что наверное Это будет Играть Через Шторм Еще Один Обсервер А может Это тот Же Самый Обсервер В принципе В тот момент Когда Бьян Вышел Вперед Контролировать Выход С его Главной Базы Уже Не обязательно Так что Вполне Можно Обсервера Вместо Этого Применить Для того Чтобы Законтролить Здесь Подходы Чтобы Понимать Откуда Терм Будет Приближаться Есть Два Иммортала Рампа Внизу Перекрыта Форстилдами Гардиан Шилд На всякий Случай Поставлен Бьяна 53 Рабочих На 64 Ну Плюс Тройные Мулы Грейди 1 Интересно Что Там По Продакшену Нету Грейдов 2 2 Есть Гост Академия Интересно Параллельно Делаются Мины Я думал Что Для Дропа Минеральную Линию Набьян Похоже Все Таки Делает Ставку На То Чтобы Их Использовать Против Зилотов Лобовом Сложении Пытался Траст Перейти На Четвертую Базу Внизу Но Бьян Отсюда Никуда Не спешит Уходить Широким Фронтом Тут Стоит Протос Поэтому Проблематично Будет Подойти К нему Ближе Наверх И Кстати Действительно Шторм Который Уже Доделывается Любопытно Было бы Взглянуть На табличку Потерь Насколько Много Бьяну Дает Вот это Отмикривание Всех Юнитов Очень Часто Он Продолжает Что-то Кайтить Там Где Почти Любой Другой Терен Б Просто Ушел Это Фирменная Фишка Бьяна Мы В общем То К ней Привыкли И Не Осуждаем Но Интересно Вообще Дает Для Этого Какой-то Реальный Профит Одно Дело Когда Он В сражениях Разруливает В серьезных Но Вот В этот Раз Он Действует Как Обычный Терен Просто Улетает Видя Количество Юнитов И Я думал Налево И На Мейн Протас Нет Он Летит В Оборону Бьян Считает Что Ему Будет Тут Тяжело Отбиться Трезил Это Приходит Армия У него Уже С Гастами И Это Кстати Несмотря На То Что Там Был Грейт На Шторм Есть И Архоны Но Нет Темплеры Похоже Сидят В призме Ждут Своего Звездного Часа Тут Есть Взошла Ну Так Себя Бьян Из Под Них Надежно Вышел И Ставит Четвертый Командный Центр Или Не Ставит Че-то Не Поставился Цц Бьян Обратил Внимание На Это Интересно Вряд Лям Прям Специально Передумал Танем Ну Хотя Может Быть Он Считает Что Вы Сейчас Будут Дальше Пушите Надо Сыграть Ему Поаккуратнее Еще Три Гаста Помнится Бьян Когда Только Вернулся Из Армии Он Почти В каждой Игре Просто Сразу Играл Лейт Гейм Но Возможно Это Не Потому Что Он Считал Что Это Оптимальный Способ Играть Матчап ТВП А Потому Что Просто Ему Хотелось Потренироваться Еще Шикарное ЕМП По Армии Терана О Терана Протоса По Армии Терана Что-то Мы Не Видим Архона И Морталы Хорошо Сражаются Вчет Раз Здорово Держит Армия Все Время Широким Фронтом Она У него Не Тупит Вся Стреляет От Блинки Сталкеры Сражение Протос Дает Очень Неплохо Это Вам Не Протос И Не Микрит Когда Все Послан Через Атаку Разбежались Юниты Кто Куда Умирают По Одному Тут Вся Пачка Стоит Четко Правда Разбегаться Особо И Некому Тут Зилотов Очень Мало В основном Сталкеры Но Вот Как раз Такая Армия Со Сталкерами Очень Завязана На Позиционку Потому Что Сама По Себе Она Плохо Дерется С Пехотой Но За Счет Радиуса И И Идеальной Позиции Может Траться И Хорошо Но Через Аклик Это Обычно Раскладывает Траст В сервер Полный В него Тут Вижен На То Что Происходит Наивная Задумка С минками В итоге Не Прокатывает А Вот Забегание Прокатывает Очень Даже Здорово В Этой Ситуации Траста Два Колосса Заказывает Тос Ну Звучит Как Хорошая Идея У Яна Пока Довольно Мало Викингов И он Их Даже Не То Чтобы Активно Строит Там Делается Дальность Грейт Плюс Два На Армор Скорее Всего Атака Уже Есть Да Даже Плюс Два На Атаку Уже Есть Так Что Колоссы Будут Очень Жесткими Ну И Пятая База У Протаса Пока Для него Все Выглядит Очень Здорово Бен Наконец-то Поставил Свою Ловушку И На Эту Ловушку Заходят Ну На Самом Деле Нормально Зашли Первые Три Мины Будто Бы Не Так Круто Выстрелили На Четвертая Дала Сталкеров Много Сплэша Соответственно Сталкеры Даже Если Отригенят Щиты Они С них Снимают Гасты И В итоге Там Все Сталкеры Битые Чисто На Один Чих Мародеру Еще Емпо Попало По Темпларам Кажется Траст Только Что Проиграл Игру Просто Потому Что Его Армия Ходит В Плотной Пачке И Четвертой У Бьяна Нет Открытой Карты Поэтому Вместо Этого Он Более Надежно Заходит На Пятый Нексус И Параллельно С другой Стороны На Третий И Очень Сложно Будет Трасту На Это Отреагировать Потому Что Потому Что У него Вся Армия Ходит Вместе Она Не Поделена На Две Части Как У Бьяна И Тут Колоссы Просто Погибают Трасту Успевает Даже Супер Батарейку Нажать Там Нексус Тоже Погиб И Эта Армия Но Без Рекола По Крайней Мере Никак Не Успеет Спасти Третью Базу Бьяна Еще ЕМП Дает Для Надежности Ну И В Принципе Я Думаю Что Это Джи Джи У Протаса Остается Три Локация Какого То Хорошего Боевого Потому что И цифр Мало И Он Потерял Двух Колосс Здесь Убит Пилон Можно В принципе Полететь На Мейн Отключить Продакшн И Да Пусть Протас Идет В размен Убивается Планетарку Ну Точнее Он Убьет Планетарку Станет Подниматься Наверх А ты Ему Отключаешь Продакшн И Выигрываешь Ян Пока Вычинивать Пытается Планетарку Это Конечно Не Получатся Хорошие Штормы Тем Временем Террен Нападает В лоб Мне кажется Ему надо Отходить На Мейн То есть Это Не та Ситуация Где ты Можешь И вообще Должен Выигрывать Без Потерь То есть Можно же Отдавать Базу Какая Разница Если Ты Просто Убьешь Соперника За это Время Минус Нексус На Мейн По-моему На Мейн Включать Гейты Хотя У Траст И так Ресурсов Почти Нет У Бьяна Газа Полно С другой Стороны Почти Нет Минералов Тос Нажал Рекол Но Из позиции Тоса Мне Тоже Не нравится Это Решение Но Его Идея В том Что У него Осталась Третья База Ставится Четвертая И Типа Так Как Он Бьяна Убил Четвертую Ну И Сейчас Они Остаются Как Б Три В Три И Так Десять Медиваков Четыре Викинга Сто Пятьдесят Лимита Сто двадцать Боевого У Трастут Да Чето Я совсем Не обратил Внимание На то Чтоб Я Надал Очень Много Рабочих В Процессе Обороны Третьей Базы Из-за того Что пытался Вычинивать Планетарку Помните Я то орал Что надо Отдавать Обьян Решил Вычинить Вычинивал Он ее Секунды Четыре И Потерял Кучу Рабочих И Поэтому В принципе Он то Обязан Пробивать Он не Может Игру Переводить В лейт У него Нет Рабочих Правда Он их Похоже Восстанавливать Пытается Потихоньку Но Вот Одной Атакой На батарейку На колоссов На штормы Он может Ну Вроде что В каких-то Идеальных условиях Когда ЕМП Ляжет На все Пытаться Игру завершать В любых других Наверное Все таки Его сила В параллельных Атаках И куда-то Еще В данной Ситуации Этого Не происходит Ну что Тридцать две Пробки Добьян Строит С трех Командных Центров Он перелетел Орбиталкой С мейна На четвертую Базу Так что Сейчас Инком Более-менее Подравняется Но все равно Протас Впереди Естественно Так как У него Шестьдесят Рабов Бьян Таки Делает Два Фронта Здесь Он Создает Напряженность А на Мейн Передропался Там Очень хорошо Поставлены Пилоны Ничего Отключить Не получится Но зачем Отключать Если можно Просто убить Гейты Правильно Забегание Зилотов На шесть Рабочих Для Бьяны Это Критично Но Зилотов Он просто Убил Здесь Забирает Колоссов Ну Вся эта Армия Правда Потеряна Но Учитывая Потерю По колоссам Я думаю Что Это Уже Была Хорошая Атака А где Роботикс Роботикс Существует Да Да И Корейские Обсерверы Тоже Не поняли Вообще Но Походу Он Внизу Поставлен Продублирован Видимо Это был Я думаю Второй Роботикс А первый На мейне Был убит Да Вот Потеряно Даже Две Штуки Видимо Оба Были На мейне И Теперь Два Будут На четвертой Базе Если Будут Потому что Тут Бьян Поднимается Дает Емпен А все Там Пархоном Залетело По имморталам Тоже Есть Один Битый Колосс Но Его Убивают Викинги И Бьян Дожимает Траста Не дает Ему Реализовать Его Экономику И За счет Потерь Этих Роботикс Не смогли Скопиться Колоссы И Бьян Нашел Крутые Возможности Для Атаки Ну Как Всегда Делает Бьян И Собственно Как В идеале И Должны Делать Тераны Бьян Побеждает Траста Со счетом 3-0 Проходит В Коудэс Поздравления Спасибо Давненько Тебе не Приходилось Играть В Коудэй И Ты Не так Здорово В последнее Время Выступал На Оффлайн Турнирах Но Сегодня Все-таки Побеждаешь Что Думаешь Сегодня У меня Болела Кисть И Показалось Мне Что Это Повлияло Немножко На моего Соперника Из-за Этой Паузы Так что Я Извиняюсь Он Говорил Что Он Проходит Реабилитацию И Думал Я Что Уже Эти Проблемы Остались Позади Но Почему-то Все еще Сохраняются Трудности К сожалению Откровенно Говоря Я И не Рассчитывал На Какие-то Серьезные Результаты Сегодня Но К счастью Удалось Победить Перед Сегодняшней Игрой Я Играл 4 матча В оффлайне И Каждый Раз Это Были Матчи Которые Выходили В полные 5 карт Я понимаю Так что Про последний Джессел И Сегодня Когда 2-0 Счет Был Я подумал Господи Неужели Это Опять Будет 2-3 Я проиграю В Недавно В специальный Госпиталь Специальную Больницу Которая Занимается Именно Подобными Проблемами И доктор Доктор Сказал Что Странным Образом Эти Проблемы Относятся Не чисто К физиологии А к Психологическим Каким-то Фишкам И По крайней мере Он Благодарит Команду Shopify Которая Помогает Оплатить Все эти Элементы Лечения Ну и в том числе Помогает Как он сказал Психологически Ну наверное В плане Ощущения Стабильности В основном Твой соперник Похоже Сыграл Точнее Ты против него Решил сыграть Одну и ту же Стратегию Три раза подряд Во второй игре Я не думал Что он пойдет Старгейт Я думал Что Он там пойдет В блинг Но он Не стал Этого делать А вот Старгейт Я ожидал В третьей игре И в третьем сете Когда он начал Пушить меня Блинком Я уже думал Что Реально Сейчас Все идет К тому Чтобы Ну он выиграл Карту Потом еще Три Все было Как всегда Да После того Какой урон Нанес Стартовыми Сталкерами Я действительно Думал Что не смогу Вытащить Три ноль Очень хорошие Для тебя Результаты Ты проходишь В РО-16 Завершающие слова Перед РО-16 Это мой первый выход В РО-16 С момента возвращения Из армии Я конечно думал Что я смогу Так Быстрее танком Прокатиться По ДжСЛ Но этого не произошло Но многие Байвальщики Меня поддерживали Активно И думаю Что это Очень сильно Помогло Мне и поддержало Ну и к тому же Я очень благодарен Своей новой Команды Которая Действительно Меня очень Сильно Поддерживает И еще раз В матч Номер Три Продолжение следует... Продолжение следует...